Ты можешь прорвать нашу оборону, ускользнуть от лучших наших солдат и разграбить мой дом. Но я еще не начинал сражаться. Я не позволю тебе украсть нашу свободу. Декларация должна остаться здесь. Это символ нашей надежды, который открыто заявляет, мы свободная нация. Я Баттон Гвинет, вторым подписавший Декларацию Независимости, полномочный представитель Джорджии. Я знаю, что уступаю тебе в воинском мастерстве, но готов драться до последнего вздоха. Какое оружие выберем? Рапиры? Пистолеты на рассвете? Выбирай! Это не просто бумажка, сэр. Это доктрина, изложенная участниками Второго Континентального Конгресса. Она избавляет нас от тирании британского короля Георга Третьего. Это, пожалуй, величайший символ этой свободной страны. Нарушенные обещания и ложь, орудия британской короны, но я не поддамся на провокации. Раз ты не хочешь кровопролития, могу я предложить тебе сдаться? Обещаю, что с тобой будут хорошо обходиться, как и подобает обращаться с солдатом Королевской Армии. Отлично. Но любая попытка забрать Декларацию Независимости будет расцениваться как военные действия. Если у тебя есть что сказать, сделай это спешно. Или изыди. Отлично. Но любая попытка... Если у тебя есть что сказать, тогда объедите. Интересно. У меня был план как раз на такой случай. Может, так я и поверю, что ты наш союзник, а не враг. Мы сделаем фальшивую декларацию и отошлем ее в Великобританию. Это позволит нам выиграть время и переправить документ отсюда. Как бы я хотел оказаться при дворе, когда король Георг обнаружит подделку. Но нам надо быть осторожнее, потому что плохую подделку британцы сразу распознали. Если ты раздобудешь черные чернила, я сделаю идеальную копию. Их проще всего найти в Арлингтонской библиотеке. Почему я и не могу выполнить эту задачу сам? Я не могу покинуть эти укрепления. Великолепно. Но поторопись. Не знаю, сколько времени мы еще сможем удерживать этот форт. Их канонада с каждой минутой все ближе. Скоро наши стены падут, а с ними и последний бастион свободы в США. Боюсь, туда нет легкой дороги. Перейдешь кукурузное поле фермера Смита, а потом поднимайся на холм Гринлиф. Переходишь через речку Квикран-Крик и дальше идешь по Конской тропе. Когда сосны начнут редеть, иди по краю Арлингтона. Берегись солдат Короны. Они там держат гарнизон. Здание напротив рыбного рынка и есть библиотека. Ориентир. Старая башня с часами. Пока я не знаю твоих намерений, я не могу раскрывать эту секретную информацию. Что ж, отлично. Не вижу тут ничего плохого. Да, мне выпала честь подписать декларацию независимости вместе с 55 другими борцами за свободу. Это была огромная честь поставить свою подпись рядом с подписями Бенджамина Франклина, Томаса Джефферсона и Джона Адамса. Ну, разве что не считая этого выскочку Хэнкока. 4 июля 1776 года Второй континентальный конгресс объявил, что первоначальные 13 колоний Америки отныне являются свободными штатами. В документе было закреплено, что эти 13 колоний разрывают все связи с британской короной и отныне становятся независимым государством. Это, пожалуй, самый важный документ за всю историю Соединенных Штатов. Отлично. Хотя распространено мнение, что все делегаты подписали ее на общем торжественном собрании, на самом деле они подписывали документ втайне и по одному. Декларация независимости не была полностью подписана всеми делегатами вплоть до 2 августа 1776 года. Свобода или смерть? Святые небеса! У тебя получилось! Быстрее! Дай мне чернила, и я сделаю копию Декларации независимости. Ну вот, идеальная копия. У старины Джорджа появится пища для размышлений. Каковы новые приказы Конгресса? Будет сделано. Теперь декларацию можно будет получить, только вынув ее из моих хладных рук. Для меня большая честь познакомиться с таким патриотом, как ты. Теперь иди, и можешь не опасаться моих людей. Храни тебя, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эй, привет! Эй, привет! Эй, аккуратнее! Добро пожаловать в Общество по сохранению страны. С нетерпением жду, когда декларация пополнит коллекцию общества. Ну кто бы мог подумать? Я просто ушам своим не верю. Ты по праву займешь достойное место в аналах истории США. Этот великий день будут помнить вечно. Я знаю, что путь был нелегким, и хочу дать тебе дополнительную премию, чтобы подготовить к будущим свершениям, так сказать. Вот твоя награда, друг мой. Она достается тебе по праву.